Девочка-пай Заходите! Я приветствую всех, кто сейчас нас смотрит. Меня зовут Евгений Колкевич. Я нахожусь в Розман-институте у доктора Розмана. Здравствуйте, доктор. Добрый день. Но мы сегодня не будем говорить о вопросах, связанных с профессией. Здесь доктор Розман просто энциклопедист, потому что я это знаю лучше, чем кто бы то ни было, так как уже больше года мы проводим с доктором передачи «Я его пытаю» на радио «Час здоровья». Сегодня мы будем говорить о простом, о жизни, о пристрастиях, может быть, о фобиях, о семье. Ну что ж, начнем. Доктор, а вы чего-нибудь боитесь? Есть ли у вас какая-то фобия? Например, клаустрофобия, русофобия, ну или демофобия? Я думаю, что вы попали в точку. Клаустрофобия. Боюсь замкнутых пространств. Типа ползти по трубе или быть на рая, еще боюсь высоты. Ну, это же в меньшей степени. Ну, а русофобии нет? Русофобии я приехал из Санкт-Петербурга. Ага. Как же она может быть? Поэтому насчет демофобии это вообще не существует. Когда ты работаешь в спортивной медицине и оказываешь помощь кому-то, и сто тысяч людей смотрят на тебя, то какая-то демофобия. А что, по-вашему, означает слово «счастье»? Я не буду идти за примерами, как в каком-то кино было, когда тебя понимают. Счастье, я думаю, что когда ты имеешь хорошую семью, хорошую работу, с радостью идешь на работу и вечером с радостью приходишь домой. Значит, вы счастливый человек? Да. Доктор, а почему вы не стали космонавтом? В нашем детстве все мечтали быть космонавтами. Конечно, я мечтал быть космонавтом. Когда полетел Юрий Гагарин, мне было шесть лет, и все мы хотели быть знаменитыми и в космосе. Но мои родители сразу мне объяснили по поводу пятой статьи в моем паспорте. Пятая графа. Пятая графа. И вопрос отпал. Поэтому я стал врачом. Скажите, а вы романтик? В общем-то, конечно. Конечно. Значит, вы дарите цветы, используете для интима свечи. Со свечами будет посложнее. Свечи, в основном, для шабата. А светы же не регулярно. А скажите по секрету, почему вы называете свою жену Кузей? Я думаю, что этот вопрос идет из глубины веков. Я женат уже почти сорок лет. И очень сложно сказать, когда я первый раз называл своей женой Кузей. Я думаю, что это идет к времен моей юности, когда я был в стройотряде в коме СССР. И коми-язык очень интересный. Там есть слово-связка. Кузя. Каждое второе слово Кузя. Наверное, оно прицепилось. Такое ласковое слово. И теперь у меня жена Кузя. У меня еще и кошка есть. Она же рыжая Кузя. То есть, Кузя это слово идет к началу моей женитьбы. Хорошо. То, что вы уже сорок лет вместе, это чья вина? Ваша или же Кузя? Я думаю, что Кузя, потому что она хранитель очага. В силу моей работы в бывшем Советском Союзе я был в командировках. В спорте мы ездили много. А сейчас я работаю, ухожу в 6 утра и прихожу в 9 вечера. Опять же, мне нет дома. Поэтому она хранитель очага. Вот то, что мы обсуждали по поводу счастья. Если я прихожу домой с удовольствием, значит, у меня есть хороший домашний очаг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Казахстан Ну, кстати, вот это вот, по-разному, институт. Да, очень так солидно. Кстати, а есть какие-нибудь пристрастия, вот страсть какая-то есть в жизни? Тайная и плохая. Ем семечки. Только лишь? Да. Но семечки это не страшно. Хотя зубы. Зубы, говорят, вредит. За удовольствие надо платить. Ну, а почему семечки-то, господи? Это бабульки семечки грызли перед подъездами. Ну, начнем с того, что в Беларуси все едят семечки. Но самое главное сейчас, когда ты работаешь 15-16 часов, ты приходишь, включаешь русский сериал, ешь семечки, через час отключаешься, до утра не просыпаешься. Хорошо, есть ли какие-то, может быть, увлечения или хобби? Были собирания грибов. Сейчас тут трудно собирать грибы. А вот рыбалка осталась, рыбалку стараюсь несколько раз в годах. А где вы здесь рыбалкой-то занимаетесь? Вот здесь, здесь. В Галине. В Галине. В Галине. Что это остается людям. Это же все так просто. Да. Вот и все. Неужели это все так легко сделать? И через 50 лет это тоже будет ценно? А вот это меня вот очень сильно смущает. Потому что сейчас идет тенденция, что семья не нужна. Что можно жить отдельно. Неполные браки. Дети могут воспитываться без родителей. Я персонально считаю, что это неправильно и не должно быть. Как написано в Торе, Бог создал женщину и мужчину и создал семью. Ну что ж, доктор, огромное спасибо. И я думаю, что эти пожелания как раз нужны будут и через 50 лет. Спасибо всем и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»